здравствуйте вы смотрите укрлайф тв меня зовут виктория ларина и сегодня у нас в гостях известный блогер фотомодель и эпатажная личность андрей даронин ну и конечно трансуха в сервере энджи без этого вот андрей скажите пожалуйста когда началось преображение это интересный вопрос знаешь я шел 6 лет детский садик и не долбанула молния сильно сильно прям безумно и рисов стану я бабе хай нет конечно это было просто с детства это было вот с ранним такого я даже не помню откуда это началось но я помню что мы играли в куклы я постоянно общалась только с девушками парней как-то я стороной обходила досок кирпичом по голове зарядили но как-то так танцы школа спокойный такой ребенок уже показывает себя где-то лет в 20 вот все-таки такое начало являетесь а сейчас тебя господи я уже старость только не живут 24 извини конечно понимаешь спрашивать о возрасте но просто хорошо сохранилось ты состоишь блокстарс да да расскажи очень интересно это этот роман с блокстарс у меня начался когда он не так давно да не так давно да буквально где-то на счастье что зима осенью вот в начале осени мы начали снимать мои видео с саша это который самый главный босс шапик да да александр шапик босс саша шапик да босс наш он предложил мне такую идею давай попробуем с тобой сделать влоги посмотрим как люди на тебя начнут реагировать потому что ты не стандартная такого в украине да конечно знакомы мы с ним еще с прошлой весны вот мы познакомились тоже на одной из программ а где если не секрет на телеканале тэд можно да да на телеканале тэд программа жанна знает и вот там вот пригласили кстати всех пацанов и меня экспертов и парни спрашивали что ты здесь делаешь что тут же одни парни я такая вообще-то я тоже вот и они все были конечно в шоке и так мы начали общаться с сашей они начали приходить нам гости то мы к ним начали гулять вместе и вот осенью он предложил мне попробовать себя в роли блогера и ты снял свой первый влаг да да он мне конечно все это сделал он организатор он полностью снимает монтирует и выкладывает то есть там только мое лицо и моя душа то есть ты снимаешь сама она все обрабатывает и потом уже выкладываем до конь чтобы видели люди а сколько вот у тебя подписчиков там людей фанатов много дайте нас очень сильно это поразило то что мне люди полюбили ну конечно же не все это я же не 100 долларовая купюра да что всем нравится но большинство если процентном соотношении где-то человек где-то 90 процентов меня приняли ну конечно же есть те которым это дико которым это чуждо тем более нашей стране это только приходит этом не мода да вот такое веяние на андрогенов на что-то такое непонятное ты считаешь себя андрогеном сейчас да на данный момент потому что как говорится и не рыбу и не мясо да что такое непонятное среди да и не мальчик и не девочка то есть это получается средний пол но на данный момент да но я все-таки хочу стать полноценной красивой бабе хай а ты знаешь бориса апреля конечно очень тоже вышел совсем внезапно до фабрика вот он наверное первый кто вот себя так вот проявил он на тебя никак не повлиял вообще никак я только вот 2000 это восьмой до год был в 2009 узнала он как раз тоже из крыма наверно в крыму самые такие финические туда выходят до солнца пляж солнце бьет голову так вот мы с ним знакомы заочно он очень высокий да ты наверно первый человек который вот именно по праву с андроген в украине он вышел а потом уже все остальные кто а вот что ты будешь делать когда ты станешь девушкой даже на простая жизнь у меня будет возле плиты там где-то борщ муж и все так далее и тогда насчет мужа есть кандидат нету вообще никого нету так что пишите звонить номер потом внизу да нет никого конечно потому что мне сейчас дико хорошо да нет не дико воспринимать я же понимаю что я полностью не девушку это что надо быть адекватным человеком я вижу себя в зеркало да есть куда мне не расти я у меня хорошо развита зрительная вот наша тактильность и зрительное не обаяние как она называется божьи это может оценивать то есть какой-то зрительный вкус да я понимаю что неполноценна и какому нормальному парню я могу сейчас на данный момент понравится то есть это будет какой-то или маньяк или ну почему мне кажется сейчас уже никого этим не удивишь поэтому как бы я считаю что парни тоже расценивают тебя да может быть но это надо человек который полюбит меня мою душу поймет это же еще операции всякие так далее то есть это очень длительный такой процесс до того кем я хочу стать а ты хочешь сама вот к этому прийти или все-таки какого-то спонсора найти спонсор это конечно бы не помешало но я иду сама к этому я работаю я зарабатываю сама деньги и все что у меня есть это все что я сама сделала то есть своими руками и своими мозгами вот все твои друзья знакомые не поддерживают тебя аж куда им деваться с титаника конечно они меня поддерживают они меня воспринимают первую очередь как личность как человека и это наверно самое главное то что они меня поняли потому что это очень тяжело честно я бы никогда не хотел чтобы мой ребенок вот так вот у него случилось это наверное невыносимо особенно для родителей для окружающих ну что маме делать конечно она мне очень сильно любит и смирилась с этим а вот дома как она к тебе обращается уже уже общается конечно начинается именно в женском роде потому что да и кстати мне было очень приятно когда если у вас для одного из журналов в женском обличье дано там красиво очень съемка и она мне первая позвонила сказать боже ты такая красивая но это наверно самое приятное да и самое главное от знак от знака боже что да отметка что могли дать мне то есть это от мамы вот давай поговорим насчет твоей работы давай ты у нас фотомодель модель fashion week всякое такое расскажи началось это с 2012 года когда тебя заметили да когда я пошла на кастинг маша и модели второй сезон до честно не ожидала что вообще куда-то пройду потому что те ребята которые туда пошли высокие красивые там если парни то накачаны если девушки то фигуристы да и куда я лезу вообще не понимала и меня отобрали я прошла дальше и тут у меня начался такая любовь с машей манюк с линии 12 то есть она меня увидела это сразу и заинтересовала собой она меня заметила можно так сказать по что по взгляду было это видно когда мы только познакомились и потом начался проект начались съемки начались испытания я победила его ты победила да 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 контракт солид моде лук и поехала в париж в париж там пробыла три месяца отработала свой контракт приехала обратно потом у меня шанхай гонконг и пекин был иной потом сюда и потом сюда да а вот сейчас что у тебя сейчас у меня затишье потому что у меня поменялись чуть-чуть приоритеты конечно модельная я не забрасываю это моя такая отдушина хобби мне очень нравится это другой мир вообще другая параллель но сейчас хочется все таки я понимаю надо кормить себя надо вкладывать себя деньги да я занимаюсь простой работой работаю на простой работе и плюс влоги вот волги кстати это наверное вот что-то рядом с модельным тоже такое интересное ты показываешь себя до показываю себя чуть-чуть другой другой амплуа у меня а вот скажи пожалуйста больше вот людей которые какие тебя смотрят то есть это женские особи или мужские вот твои поклонники это все-таки кто больше смотрит мне кажется что это конечно же бабёхи все руси это девушки женщины но конечно и парни меня смотрят но если так правде глаза то больше пишут мне конечно девушки советы проспрашивают как там поступить в той другой ситуации как там у меня с парнем беда как похудеть я постоянно говорю что я жирная корова да ладно ну я просто слежу со собой да и всем желаю следите за собой так а вот насчет диеты есть какие-то действительно диеты один раз сидела на диете честно признаюсь очень жесткая диета потому что мне надо было влезть женское платье за две недели перед ялтинским фэшн веком там тоже происходит до фэшн веке и сидела на белковой диете на белковой а как это ну расскажи вот что надо ну вдруг кто-то запишет да 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 это такая белково-углеводная да получается это все конечно с врачами никогда не занимайтесь самолечением или вы там поняли что вы бабочка то сами себя не лечить это должны делать профессиональных делах диетологу спрашивала всегда первый день вы едите килограмм творога второй день сразу то есть нет конечно же там фортам по 200 грамм ну то есть это вы должны разделить на день где-то желательно пять раз день через определенный интервал времени обязательно всем дней вы пьете воду только без газов без сахара просто чистую воду когда хотите и в любом количестве а вот есть люди которые на утро опухают если много пьют воды ну что вам делать побегайте господи я не знаю что делать когда люди опухают я не опухаю так вот второй день вы идите сейчас помню а вы пьете кефир и любую жидкость то есть бульоны там без разницы что но главное чтобы вы пили жидкость в третий день вы едите фрукты только не бананы только не виноград потому что это сильно углеводные продукты по моему еще абрикосы четвертый день вы едите отварную курицу вот отварили себе курицу приготовили только на кресло тут фрукты тут курица такая диета блин капец на 10 килограмм похуде выдержала то с трудом но выдержала красота требует жертв влезла в платье глядя на меня очень больших жертв она требует конечно ну влезла ты можешь рассказать свою какую-то казусную ситуацию в жизни самую такое вот которая прямо аж за душу берет господи как жизнь перед глазами ничего не знаю сказано ситуации ну путаю с девушкой кстати была съемка студия находится очень далеко меня высадили на окраине города я в шубе с черным смоки айсом длинные волосами чтобы понимали да еще та бабеха иду по трассе господи сколько машин останавливались и кстати вот знаете мне самое главное не заговорить потому что это чревато последствиями то есть или если люди неадекваты это могут и не так меня понять и не будет ранцухи анжелы да я иду по трассе одна машина остановилась и такая показала что идите дальше 2 3 и 4 оставляет останавливаются два молодых человека и такие девушка девушка садитесь к нам подвезем куда хотите можем заехать туда-туда разины до что-то не поняла это было очень поздно 2 часа ночи где-то до съемки длились так долго съемки могут быть вообще сутками то есть если это хорошие проекты они начинаются утром и заканчиваться 12 часов ночи или наоборот смотря от студии от места локации сколько луков надо отснять да если это и ты прям в гриме ну как всегда у нас визажисты сначала красят ты спрашиваешь но мне хотя бы макияж снимите на снимем с ними мы сами уезжают нет и это получается мне страшно стало потому что два мужчины ты представляешь да девушка девушка но когда они прям притык ко мне подъехали да и уже хотели меня под игру мальчики может вы от меня станьте они просто офигели то есть от них не было слышно фу ты там пи пи они просто уехали просто у них такие были наш шары именно не глаза а именно такие вот эти как они называются для боулинга да шары они офигели сели так тихонько машина уехали мне повезло просто что они у них наверно шоку был да а вот люди которые воспринимают тебя как девушка то ты стараешься не заговорить то есть ты немного комплексуешь по этому поводу или господи я комплексу по всем наверно поводу я бы даже не сказал да да спасибо это же профессионализм не пропьешь да не на самом деле очень много комплексов на которыми я борюсь мне не нравится мой голос в общее а его можно как-то конечно гормональная терапия все на повышает я буду наверно как из группы не ангелов на тут юра прощай обожаю группы не нравится да кто больше нравится слова это рыженькая да да такая очень люблю группу не а знакомы с ней лично нет заочно до через знакомых хотела бы честно в группу не ангела не отрицаю но есть черненькая есть рыженькая не хватает беленькой и будет такая не ангела виагра будет такая фуа-гра группа почему ты гормоны принимаешь мы с тобой об этом говорили я принимаю гормоны уже месяц ну где-то с осени полтора месяца до начнем с этого то есть все что сейчас на мне и как я выгляжу да мое лицо все остальное это то что дала природу гормоны еще никак не повлияли кроме наверное внутреннего состояния я уже меня такое ощущение что мне постоянно эти дни постоянно то есть я выношу мозг себе и всем окружающим то есть я не знаю как люди вообще со мной находятся в одной комнате но бывает такое я себя конечно учусь держать потому что девушки вам надо поставить памятник при жизни спасибо сейчас это настолько невыносимо вот это такие какие-то перепады настроения и всего остального что тебе хочется поцеловать и тут же убить расчленить человека при этом же обнять то есть девушки в большие молодцы вообще у нас честно женщины это самое наверное то что самое лучшее что создал бог потому что особенно наши славянки честно это самые красивые самые работящие самые такие труженицы и при этом им надо еще красиво выглядеть а мужчины что пришли по работе ну конечно они добытчики без них никак господи мужчины но вам тоже надо дать должное вы молодцы но вот насчет гормонов так и не договорили ты с врачом советовала конечно то есть и мне очень страшно когда мне пишут вконтакте дали социальных сетях я хочу быть но когда девушка это еще нормально похоже на тебя как личность как там что-то такое пример какое-то да я подаю именно с собой не именно то что я там по а вот именно как образ да а когда мне пишут парни мне это страшно парни спрашивают я хочу быть как ты нет я хочу да иногда спрашивать что ты пьешь честно не занимайтесь этим это очень такой это тяжелый вопрос на самом деле я хоть и шучу да но я бы никогда не после этого никому испытать то что испытываю я каждый день да потому что когда ты наход не находишься в своем теле это очень тяжело и когда люди приняли что есть так что есть розовое есть красное и тут белое для них это дико то просто вышло какое-то да недоразумение я так считаю какая-то ошибка да я была у врача то есть это очень много психологических тестов это не просто так я возомнил что я мотылек решила летать да нет то есть это такой очень тяжелый это у тебя не для образа не для пост не для показухи это вот твое внутреннее состояние нет конечно же есть образ это трансуха анжела это там эпатаж это вот все такое это маты домой конек тоже потому что я люблю матом сказать больше чем простыми словами но к тому же у нас разнообразие их достаточно конечно у нас богат и мы можем вот врачи ты проходила я проходила до психолога я проходил психиатра сейчас не психолог работа то есть сначала да я пришла психолога он не сразу отправил как я пришла я сказал здравствуйте вот я я девочка или как да это было очень тяжело озвучить честно для меня потому что мне это все страшно дико я очень боюсь людей если честно я пришла на этот профессионал я думаю она наверно с этим сталкивается я сказала да я чувствую себя некомфортно своем теле я чувствую то что у меня что-то не то мы выяснили что это гендерная дисфория есть такое понятие кстати не путайте это с нетрадиционной сексуальной ориентации все такое то есть это нормально все просто ты находишься не в своем теле не своем теле да ну спасибо богу что он хотя бы дал мне такое лицо не 0 лица шикарно делать пластики на кого-то врачи тебе сказали что это все меняется что нужно очень тяжело твоему организму это все подбиралась да ты сдаешь она индивидуальный там до проходишь ты даешь кровь там на все такое да на гормональный фон там потом ты у эндокринолога обязательно находится который проверяет то есть ты много чего очень много обследования сдаешь ты числишься у психиатра ты ходишь каждую их две недели психологу то есть с ним консультируйся потому что это не просто так стать на учет вот иметь честно мне все подобрали я вот пью я надеюсь что не пожирнее как не все пугают что от гормонов жирнее насколько я знаю потому что у меня те люди с кем я общаюсь они все худые у всех нормально конечно какую-то массу ты наберешь потому что тело меняется это нормально это естественно до 10 килограмм даже то есть это все как надо она потом переспределиться просто надо заниматься спортом кстати я всем советую заниматься спортом сидеть на правильном питании хотя иногда можно погружить фастфудом но не всегда честно хотя честно большинство моделей курят и сидят на таких фастфудов потому что нет времени а как они так выглядят вот а это генетика вот пусть против генетики не попрешь то есть все модели этого это это ж типаж определенный когда выбирают на кастинге модель это определенный типаж то девочки про или мальчику просто повезло то что он такой стал конечно спорт особенно парни кстати стали очень хорошо ходить в тренажерный зал начали за собой следить это плюс вам мальчики то что молодцы начали хоть за собой ухаживать а то что ты что я там не буду крем для лица он там бедный весь красный потому что зима доход я не буду ешь мужик но начать мужики я оставаюсь и мужиками тоже за широкими штанами а вот мне вот интересно вот лично мне да очень интересно страшно было вот когда держишь вот эти вот у себя гормоны на руке в руках и понимаешь что вот-вот и что-то кардинально поменяется да очень страшно прийти к этому моменту то что вот оттягивается оттягивается тяги и тянуло время тянуло до последнего потом нет я хотела всегда но мне было страшно именно вот эти таблетки и все да и то что но самое главное горю не оттопыриться честно не свалить коньки да чтоб все не отмечали этот праздник праздник ну я думаю для некоторых это был бы праздник улечу куда-то да но мне помогли кстати вот решающий момент все таки наверное произошел блок стартс когда я попала вот все таки а что там такого произошло произошло то что мы начали снимать видео да я наверное с собой хотела показать что есть такое и чтобы люди к этому относились толерантно то есть такие проблемы хотя бы нет даже если вы это не принимаете но хотя бы понимать что есть такое рядом и это ничего то страшно это не какой-то знаете человек больной что у него что-то не то в голове да и он нет это нормальный человек просто да так сложились обстоятельства что же сделать и спасибо конечно саша шапику то что он взялся за это то что он меня вообще выдерживает потому что мне кажется это очень тяжело ты мне по секрету сказала что вы поссорились да я сказал я на время как ушла то есть я периодически ухожу с блок стартс и прихожу я как наверно надежда меха гранушка там состав меняется но я периодически там появляюсь да сейчас у нас конечно какое-то недопонимание потому что наверно он все-таки устает и я понимаю то что я занимаю очень большое количество времени его же в его жизни да то есть и человеку надо от меня отдыхать ну потому что каждый день меня видеть и меня вот это еще монтировать получается это круглые сутки я ты любительница до поснимать себя там нет мы встречаемся он там меня снимает он там все направляют говорит мне но последнее время да у нас как-то так складывается тяжелое но я думаю то что я пройдем веритесь это временная к тому же зима плохое настроение солнца нету все я наверно приму какие-то свои ошибки сведению поменяюсь чуть-чуть да и все будет нормально что ты можешь посоветовать людям которые вот в такой же ситуации оказались как и ты не в своем теле мне честно жалко таких жалкие потому что они проходят наверно такое испытание жизни честно это каждый день это социальная среда да где ты находишь это какие-то внутренние переживания и тоже борьба с собой внутри это очень тяжело то есть я желаю этим людям конечно терпение веры потому что без веры мы никуда это самое последнее что умирает эта вера и надежда но я желаю конечно счастье обрести потому что мне кажется эти люди большинство из них несчастливые ну представляешь семейная жизнь давно вот например я хочу спокойно семейной жизни но я уже понимаю что у меня не будет в тех представлениях до канона мужчина женщина до традиционной семьи это дети я тоже осознанно понимаю что у меня их не будет моих именно до от природы то есть это очень тяжело мы сделали опрос людей на улице где показали твою фотографию и спросили мнение людей о твоей персоне давайте все вместе сейчас посмотрим я представляю что там будет да все нормально не переживай уже никому не удивить хорошо так как вы думаете кто-то человек я думаю это андрогин а вот этот человек по профессии привет с актриса трис трис а а это девочка похоже на мальчика да мужчина мужчина да а это реально наверно мужчина да походу да это мужик что ли ну я не знаю я у вас спрашиваю это не вы нет это не я это мужчина и если это мужчина то это очень плохо Я уверена, что это мужчина. Мужчина? Да. А как бы вы назвали этого человека? Ну и нет. Разумеется. Такая смазливая девчонка, плюс-минус, или девчонка какого-то олигарха, или какая-то фотомодель, или модель просто что-то, как говорится, ближе к этому. Как вы думаете, кто этот человек по профессии? Фотомодель. Актер. Фотомодель. Шпион. Фотомодель. 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 Юлиана. Спасибо. Актриса? Это женщина? Или новая? Это не женщина. Подождите. Я не уверен, что это женщина. А модель? Пехова в Польшу. На кого? Этого самого. Стаса Пехова. На Стаса Пехова? По Кольфу. Если это мужчина? Я не знаю. Если вы мужчина, допустим, я бы дал такое серьезное украинское имя Тарас. Тарас. Хорошо. Спасибо большое вам. Спасибо. Ну что? Что вы можете сказать по этому поводу? О господи. Ну хоть не убили самое главное. А то я думала, там начнутся такие маты в сторону. Ты там пиши, шли щеколда и так далее. Но мне понравился один там чувак, который мужик такой настоящий. Майдановец. Да, это он, конечно. Ты все правильно сказал. Что мне там кто надо? Олигарх? Да. Крокодайл, да? Ну в наше время это крокодайлы. Девочки, запомните. Олигарх это подпольное имя крокодайл. Ты надеешься найти такого? Ну конечно. Ну куда с моими габаритами? У меня простой чувак не подтянет. Какие запросики? Ну а тут некоторые девушки не могут найти олигархов. Ну я же особая, да, персона. Честно, ну как вот простой меня подтянет? Мне, конечно, надо такой, который знает. Он должен, во-первых, вложить во все перевоплощение. То есть он должен это осознавать, да. И, конечно же, в дальнейшее мое какое-то развитие. Может я захочу стать телеведущей или актрисой Погорелова театра. У нас это, в принципе, нормально, когда всякие люди, которые чем-то отличаются от других, пытаются себя проявить. То есть где-то на телевидении или пойти, как всегда, в сольное плавание. Ну это же прямой, знаешь, прямой конек. То есть ты уже изначально знаешь, что дороги... Я на завод точно не пойду. Ну представляешь, у меня такое и на заводе. Вот это, например, в каком-то бетонном, там где делают кирпичи. Ну я и кирпичи, ну это же тоже. Или, например, с лесорым-сантером. Ну... Или шины, например, там качать. Нет, ну конечно, шины качать это было бы... А что ты думаешь, вот дети? Там в видеоролике были дети. Ты видела их реакцию? Ой... Дети, конечно же, сейчас продвинутые. Да. Сейчас все такие хакеры, херякеры. Да, сейчас они сидят очень много в интернете. Ну хотя бы пять кругов пробегайте возле стадиона. Потому что, когда вы сидите в интернете, вы набираете массу. Особенно пацаны, которые играют в Counter-Strike. Ну начните следить за собой, да. Играла вы что-то? Нет. В NFS играла. Честно. Играла, гоняла, потому что я люблю скорость. Да. Я люблю машины, я люблю скорость. Я к нему уже пришла. Ну смотри, смотри, это уже мужские черты. Скорость, машины. Знаешь, в каждом человеке есть мужское и женское. Ну согласись. Иногда, конечно, проявляется что-то такое мужское, потому что, извините, 24 года, да, и ты постоянно была в каких-то рамках. Тебе никто никогда не говорил, что ты занимаешь вот чье-то место женское. То есть вот никто не говорил о том, что вот если ты мужик, то ты мужик. Давай, иди там в масле, в машинах там, колупайся. Нет, мне говорили, конечно, некоторые сучки, сучки можно говорить, да. Наверное. На кастингах, на показах, слава богу, что ты не баба. Я спрашиваю, почему? Почему ты так говоришь? А она мне такая говорит. Я мужчин не бью, да? Нет. Она такая говорит, потому что все ж мужики были в твои. То есть даже девушки понимают, что я могла сложить офигенную конкуренцию им. И я это прекрасно понимаю. Мне кажется, мне прошлой жизни прокляли. Вот честно. Смотрела фильм «Малена»? Нет, не смотрела. Вот посмотри. Я ассоциирую ее с собой, потому что когда она шла по городу, все на нее оборачивались мужчины, а женщины ее тихо не наведели. А, это где играла Моника Белуччи? Да. Смотрела, смотрела, конечно. Да, да, да. Что за роскошная женщина я привел пример. Это твой идеал? Нет. Это не мой идеал. А кто мой идеал? У меня нет в женском какого-то идеала, но мне очень нравится Алена Шишкова. Жена Тимати. Да, да, да. Это искусственная, конечно, красота, но она без перебора. Вот есть, знаешь, такое, деньги мужда… Мне она больше нравилась до операции. А мне она сейчас очень нравится. Она такая вся выточена. Знаешь, вот есть такие девушки, которым муждал бабло, и они решили на это бабло пять шприцов купить и все в свои губы вкачать. Это как вот с Одессы, вот эта вот, которая как Барби выглядит. Не знаю никого как Барби. Ее же проспонсировали хорошенько. Да господи, половина спонсирует. Кто бы меня проспонсировал? А ты не хочешь выглядеть как Барби? Нет. Нет? Нет. У меня нет таких трафаретов. Но у меня, конечно, есть какие-то свои представления о женской красоте, к которым я стремлюсь. Но на данный момент не хочу. Я не люблю это искусственно сильно, знаешь. Слава Богу, меня губами наградили, а то я представляю еще на губы сколько бы денег пришлось потратить. А тебе нравятся большие губы? Да. Но это женское какое-то… это женское вот все-таки. Мне кажется, что это началось после Анджелины Джоли все-таки. Ну молодец, Анджелина. Молодец. Она не твой кумир, нет? Она, мой кумир, наверное, как человек. Мне очень сильно понравилась, какую речь она сказала, когда получала Оскар. То есть, если кто-то будет смотреть, посмотрите. Она очень умную мысль сказала. Какую? То, что надо верить, надо благодарить за то, что у тебя есть вокруг тебя. И она не понимает, почему какая-то женщина, которая находится в Афганистане, хотя более талантливая, чем она, более, может, трудоспособная, находится на этом месте. А у нее складывается жизнь по-другому. То есть, есть очень много людей, кстати, которые, может, лучше меня, красивее меня. Но они находятся в каком-то своем селе, и о них никто не знает. Обо мне знает. То есть, вот такое, знаешь, вот жизнь не просто так дает, наверное, вот эти испытания и так далее. То есть, чтобы мы проходили какие-то, наверное, уроки. Конечно, меня обижали. Сильно? Ну так, нормально. Даже сейчас? Ну, не били. Кстати, меня спрашивают, тебя когда-то били? Нет. Слава Богу. Спасибо вам, люди. Не врешь? Нет, не били, честно. Ну, блин. Что бы я врала? Ну, если бы ударили, то бы сказал. Ну, ударили. Что здесь такого? Да. Не обижали. Мне постоянно с детства говорили про губы. В моем, например, городе не знали, что есть такое слово. Кислота герлоновая и ботокс. Это только в Киев, когда я приехал, мне начали спрашивать, а ты что, губы колола? Это не твои губы? Успокойтесь, все мое, все натуральное. Вызывайте врача, он проверит, скажет, подтвердит мои слова. Да, говорили, фу, ты губы накрасил, ты там, у тебя такие большие губы. Знаешь, вот было такое, ты как баба, что ты себя видишь, как телка. Ну, и ты решила назло, да, сказать, ну, все, я буду бабой. Нет, это было всегда, просто люди это чувствовали, но это дико. Представляешь, у детей, которые не созрелы. Ты видела видео детей наших теперь? Да, кстати. Нет, дети сейчас на меня реагируют нормально, спокойненько, спокойно. Но есть, конечно, тем, которые это дико. Но интернет творит чудеса, и сейчас дети более много знают, более много видят, читают. Потому что информация сейчас не так, как у нас, да, там не было интернета, не было ничего, и мы ничего не знали. Но я в то время еще попал, не знаю, как ты, когда интернет еще только развивался, и не было социальных таких всяких проектов. Ну, и давай напоследок, вот скажи все-таки, как ты будешь вот дальше, вот твои планы на будущее, кем ты мечтаешь стать? Я только не хочу быстро откинуться. Мой минимум это год, максимум 72 года, да, знаешь, прожить. Хочу прожить на полную катушку, но все в пределах разумного. Я хочу прыгнуть с парашюта, хотя очень сильно боюсь высоты, да. То есть перебороть свой страх? Да, я очень люблю бороть свои страхи, хотя я безумно боюсь. Я бы хотела попасть на какое-то реалити-шоу, там, где надо бороться со своими страхами. Кстати, хотела бы попасть на какой-то проект, где меняют внешность. Если кто-то у меня увидит, пишите мне, звоните, с радостью приду на такие какие-то перевоплощения, кардинальные причем. Потому что я сама не потяну. Хочу, наверное, связать свою жизнь с телевидением, с камерой. Потому что уже с детства это моя неотъемлемая часть, я с детства там танцую, знаешь, пою. И боюсь, боюсь будущего, честно. Я уже живу сегодняшним днем, и есть какие-то планы на ближайшее будущее. То есть, а так далеко ты не заглядываешь? Нет, конечно, хочу счастливую семью. В моих, конечно, пониманиях счастливой семьи, да. И хочу выглядеть хорошо. И, конечно, может с собой кого-то учить, кому-то что-то давать, какие-то советы. И, может, кому-то я даже и помогу в жизни. Ну что ж, спасибо большое, что ты сегодня к нам пришла, Анжела. Спасибо вам, что пригласили. Я хочу пожелать, чтобы все у тебя сбылось. Вот, большое спасибо, что были с нами. Это была Виктория Ларина, Укрлайф ТВ и наш гость Андрей Доронин. Спасибо большое. Спасибо. Отпахали, да? Всё, да? Всё, да? Субтитры сделал DimaTorzok